Здарова, друзья! Сейчас мы узнаем, почему Патрик притворяется тупым. Притворяется. Да. Он не просто, он не тупой. Он притворяется. На самом деле он очень умный, да. Мы знаем все это, притворяется. Новый, какой новый, старый видос из Сентерлинга. Мы просили посмотреть именно этот видос. Поэтому погнали, посмотрим. Да, я тот чувак, который смотрит мультики и ищет. У них скрытый смысл. Если вам такое не нравится, просто не смотрите. Золотые слова. Правильно говорит. Золотые слова. Золотые. Всем привет, с вами Содерлинг. И при мысли о самых тупых персонажах из мультсериалов, первым на ум приходит именно Патрик. Ну да. Которого, казалось бы, вообще никого нет. Патрик уже стал чуть ли не иконой тупости, но тем не менее, сегодня я собираюсь доказать обратное. Патрик вовсе не притворяется. И хоть сейчас это звучит как полный бред, к концу видео, скорее всего, вы полностью поменяете ваше мнение об этом персонажа. Точно, Патрик! Ты гений! Спанч Боб тоже довольно глуповат, но на фоне Патрика он кажется действительно умным парнем. Да, да. Но смышленнее, смышленнее. Спанч Боб отучился, работает на официальной работе и является профессиональным поваром. Кстати, мне всегда было интересно, как, зачем зарабатывает Патрик, нашли, что ему есть, но потом я поняла, что он живет просто под камнем. И есть просто все, что ему попадется под руки. Ну да. Он такой полубомж на самом деле. Прям одним из лучших в округе, пусть и в заведении с фастфудом. Губка всегда старается развиваться и учиться чему-то новому. Он уже миллионы раз проходит курс в автошколе, чтобы он наконец-таки мог водить машину. Правда, у него это все никак не выходит. Но он старается. В то же время, якобы тупой Патрик, даже не обучаясь, получает водительскую лицензию с первой же попытки. Более того, в другой серии, даже особо не сосредотачиваясь на процессе, он помогает их получить и Спанч Бобу, подсказывая ему, что и как нужно делать. Губка действительно сумея устроиться на работу. А была такая серия. Кажется, там дуркам везет. Или там новичкам везет. А как он тогда подсказывал Спанч Бобу? Он значит теми, он значит понимает, как это все работает. И он занимается тем, что ему нравится. Но если посмотреть на Патрика, чем занимается он? Все его ежедневное времяпровождение составляет веселье, игры, просмотр телевизора и сон. Патрик просто устроится жизни. Надо сказать, ну... Все, что ему в душе угодно, особо не запариваясь относительно чего-либо. Он добился того, чего не может добиться никто. Сумев правильно разложить карты в этой игре под названием жизнь. Я поняла. Он буддист, короче. А, точно. Он похож на такой, знаешь, у него такой достаточно аскетический образ жизни. Он просто живет под камнем, у него такая мебель из песка. Он просто когда-то прозрел. Да, он понял, что нужно наслаждаться моментом данную секунду времени. Наслаждаться мелочами. Да, вот. И в этом и заключается смысл жизни. Да. Люди устраиваются на работу, чтобы зарабатывать деньги. Существо в этом огромном подводном мире, который придумал, как жить без денег. Как никому ничего никогда не платить. О, это похоже на людей, короче, которые отшельниками становятся и в лес уходят. Строят там избушку, знаешь, там огородик себе разводят, там что-то такое делают. Ему не нужно оплачивать аренду дома, поскольку он живет под скалой. Притом нельзя сказать, что он бомжует, живя на улице. Патрик живет под крышей. У него есть мебель, пускай... Под камнем. И даже техника. Кстати, как тебе... Кстати, вопрос. У него же есть электричество. Как он оплачивает счета за электричество? А за электричество наплатить. Может, какую-то подработку бывает? Пол поднесет какой-нибудь или что-нибудь такое? А, типа, вырабатывай. Потому что он тупой. А потому что так попросту выгоднее. Если же он желает что-либо поесть, ему, опять же, достаточно просто притвориться тупым. И это прослеживается на протяжении всего мультсериала. Ой, я тупой, я поел. Ха-ха. Патрик въезжает в построенный мистером Крабсом отель. Бесплатно там спит, ест и развлекается. Нормально. Но когда подошло время к оплате, Патрик пытается дать чаевые камнями. Ха-ха-ха. Класс. Ха, Патрик настолько туп, что думает, что камнями можно платить. Патрик настолько гениален, что привелился тупым, чтобы не платить за все халявы, что он там себе получил. Но если посмотреть на эту ситуацию, с другой стороны, это морская звезда Столюмен, что прожил и наелся в отеле, не заплатив ни цента под конец, лишь притворил... Я вспомнила, короче, есть такая тема, когда свадьбы устраивают... Ну, сейчас не знаю, как раньше рассказывали, так было. Устраивают свадьбы, такой банкет, где-нибудь в столовке или где, и дверь как бы открытой, и может чувак просто с улицы зайти, притвориться, что он гость, пожрать на халяву, выйти с куда-то, знаешь, что за здоровье молодых даже поднять, я такое слышала, делали. Дабы его в какой-то степени преступные действия не возымели последствий. Ведь кто станет лишний раз спорить с тупым человеком? В 13 серии 5 сезона Патрик приходит голодный в Красти Крабс и наедается там до отвала, опять же ничего не заплатив. А когда мистер Крабс попытался заставить его отрабатывать, везду, Патрик делал все настолько плохо, что Крабс сто раз за день успел об этом пожалеть. В 12 серии 3 сезона Патрик поедает продаваемый ими шоколад. В 20 серии 5 сезона, когда Красти Крабс подпольно работал дома у Спанч Боба, Патрик съел целый мешок Крабсбургеров. И понимая, насколько же Патрик и его поступок глупы, мистер Крабс даже и слова не сказал, понимая, насколько же это бесполезно. В 6 серии 2 сезона Патрик просто ходил ездить к бабушке Спанч Боба, пока у него была возможность это делать. Да даже пока Патрик помогал Спанч Боба дистанционно сдавать на провал, он все равно параллельно умудрялся зачищать холодильник друга. Нормально. Из подобных примеров просто огромен. Их можно перечислять бесконечно, но только вот касается это далеко не только еды. В 6 серии 5 сезона Патрик катается на аттракционах в парке развлечений целиком и полностью зачет Спанч Боба. В 9 серии 5 сезона он просто забирает деньги из кошелька Спанч Боба для записи собственного... Короче он Альфонс, он Альфонс, он сейчас зачет Спанч Боба. Подцепился от такого друга хорошего, испанца. Богатого, да. Притворяюсь, будто бы он их просто нашел. А во 2 серии 1 сезона так вообще, Спанч Боб дал деньги Патрику, чтобы тот дал их затем и ему в качестве оплаты. И подобное происходит на постоянной основе. Патрик регулярно питается и покупает вещи только лишь за счет Спанч Боба. А я когда мульт смотрела, я это заметила. Я заметила, что Спанч Боб как-то прям вот слишком добр к Патрику. Он прям слишком многому все позволяет за свой счет. Так Спанч Боб в принципе самый добрый персонаж мультика и вообще всех мультиков. В проведенных его домов это паровод и электропровода он также проложил себе из дома Сквидварда или же Спанч Боба и пользуется всем за их счет. Ааа, вот куда его электричество, окей. Да, это не заканчивается. Пользуя созданным им образом топого парня, он попросту использует окружающих его людей и манипулирует ими как только может. Дааа. Начиная с простейшего примера из серии, где главные герои украли Шарик в день бесплатной раздачи Шариков. Суть в том, что Шарик предложил украсть именно Патрик. При этом и пальцем не шевельно. Шарик воровал Спанч Боб, пока Патрик стоял просто. Ого, дед, НЛП, НЛП. Он стопудово, он так заговаривает зубы, короче, что все в итоге делают то, что он хочет и пляшет под его дудку. Он, получается, не гений, а он разводила и манипулятор. Гений обычно это, знаешь, вкладывают человека как-то в хорошем смысле. Ну, в позитивном ключе. Да, не отпечатков, лапок. Но это не единственный подобный случай из криминальной хроники этих двух подводных ребят. В пятой серии третьего сезона, когда друзья грабят банк, Патрик пускай и находится в банке, но стоит в сторонке. Подальше от губки, словно он совершенно не причастен к этому ограблению. Только у него носок на голове. В пятой серии третьего сезона, пока Спанч Боб красит стены, Патрик опять же ничего не делает, переложив всю работу над рука. А в девятой серии третьего сезона, Патрик ну совсем скинул все обязанности подобного Спанч Боба. А я тебе буду работать. Уши и завязывай его счет. Блин, посмотри, это же типичная семейная картина. Это мама домохозяйка, у тебя ребенок с ракушкой, да? Это Патя пришел с работы и сел возле телека. Так он не с работы. Так он не с работы, это дело. Я работаю дома, как чужой, и чилизов смотрю. Да, это моя работа. Знаешь, что самое обидное, что до этого мама Спанч Боб тоже сходила на работу в Красный Крабс, а еще пришла и фигачит всю хату. Это несправедливость. Приходя измотанный домой после целого дня, проведенного за просмотром телевизора. Но если и это вас не убеждает, то совсем абсурдная ситуация, которая чуть ли не прямым текстом рассказывает зрителю о манипуляциях Патрика. В 13 серии шестого сезона Патрик подвергает себя всевозможным опасностям, пытаясь понять, насколько же далеко Спанч Боб готов зайти, спасая друга. И вы только послушайте, как морская звезда это вообще объясняет. Кубка Боб, ты же знаешь, что любой глупец непредсказуем, но это к лучшему, ты готов ко всему. И сейчас вы думаете, ну... Какой человек, который реально глупый, он же не будет говорить, что я глупец. Он тут спалился. Смотри. Он тут спалился. Все умные люди, да, они считают, что я достаточно тупой еще, я еще много не знаю. Да, у меня еще есть к чему стремиться. Оказывается, все тупые, я всегда думаю, что они все самые умные, все все знают. А когда Патрик так сказал, что типа, ну ты понимаешь, что все глупые люди, то есть он намеренно делает себя глупым. Ну это уже точно предел. Как бы не так, понимая свое превосходство за счет наигранной тупости, Патрик уже не просто пользуется другими людьми, а даже издевается над ними. Простейший пример. В течение пятнадцатой серии второго сезона Патрик дразнит Спанч Боба с секретной коробкой, дабы разузнать абсолютно все секреты губки и дождаться момента, когда тут уже будет умолять друга, раскрыть же эту тайну. Но когда подошел момент вскрытия коробки, Патрик не только догадался спрятать капробитирующую фотку Спанч Боба, которая там лежала, но и выдать за секрет веревку. Мол, это смешная веревка и являлась все это время тайной, которую он так скрывал. А Спанч Боб, считающий, что его друг не особо сложного склада ума, принял все за чистую монету. Затем в шестой серии третьего сезона Патрик, пытаясь слепить снежок, создает невероятные творения из снега, показывая свое превосходство и в то же время неумение, намекая другу, чтобы тот ему сделал снежок. И как только Спанч Боб подает готовый снежный шарик другу, тот моментально кидает его ему в лицо. Затем уже буквально через секунду Патрик самостоятельно лепит множество снежков, закидывая ими губку. Патрик притворился беспомощным и неумелым, дабы обрести превосходство над противником. Спанч Боб создал оружие, которое затем было направлено на него самого. В 30-й серии четвертого сезона Патрик притворяется девушкой, чтобы получать всевозможные плюшки. Прямо как... Представляете, в своей жизни так бы делали? Парень переодевался девушкой, ходил к таким пацанам, знаешь, там где-нибудь в Тиндере знакомился, приходил сюда... А, и пошел на айфон зарабатывать себе. В 16-й серии второго сезона Патрик забавляется с Энди. А в 16-й серии третьего сезона он катается на девушке верхом. Едет! Он сидит на ее шее, посмотри, прям буквально. В серии с 20-м Патрик использовал Спанч Боба, чтобы вырасти в глазах родителей. При этом не выходя из своего привычного образа. А в 22-й серии четвертого сезона, когда Патрик стал богатым, он официально назначил Спанч Боба своим слугой. И будучи и так в преимущественном положении, уже запросто обходился без привычных манипуляций. А затем и вовсе выгнал своего друга, поскольку теперь у Патрика и так все есть. А значит Спанч Боб для него теперь был бесполезен. Но иногда Патрику ну настолько лень делать ну простейшие вещи, что он и их прикладывает на Спанч Боба. Множество раз за весь мультсериал нам было показано, что Патрик умеет и читать, и писать. Собственность Сквидварда Танганога. Но если рядом находится Спанч Боб, намного ведь проще притвориться, что ты этого делать не умеешь. Чтобы твой друг сделал все за тебя. Что в конце концов происходит. Манипулятор, манипулятор. В девятой серии пятого сезона Патрик читает в магазине комикс. Но затем, буквально через минуту, когда подходит Спанч Боб, Патрик внезапно разучился читать и просит друга сделать это за него. Учитывая все вышеуказанные факты, все следует к тому, что Патрик своеобразный гений. Он уже годами живет в коммерциализированном мире, не зарабатывая и не тратя ни цен. Вообще гениально. Оу, оу. И гениальность Патрика на этом не заканчивается. У этой морской звезды постоянно появляются всякие интересные идеи и приспособления. Однажды он заработал миллионы на камнях с глазками, творя искусство. Простые дешевые творения, рассчитанные на продажу многоцелевой аудитории. Он нашел себе менеджера в роли мистера Крабса, который обеспечил его массу. Круто. Ой, зря ты, конечно, Крабса взял. Я бы не доверял этому Крабу. Да, ему главное бабоськи, он как миру. Он очень подозрительный, он все со временем отожмет твой бизнес. Круто взял. Поставка инвентаря. Самому же Патрику практически ничего не оставалось делать, кроме как получать славу и тонны. Но ведь это же как, типа, знаешь, там, Стив Джобс и остальные. Они просто как оптимизировали людей, которые делали за них работу. Да. Бизнесмен. В пятой серии второго сезона Патрик снимал надувные летающие штаны, которыми затем воспользуется Спанч Боб в девятнадцатой серии третьего сезона. И никто из зрителей даже и не понял, что изначально это была идея морской звезды. Патрик часто подбивает знакомых на всяческие авантюры, при этом возлагая всю работу на них, а сам в это же время осиживается в сторонке. И затем лишь наслаждается результатом. К примеру, в восьмой серии четвертого сезона, когда главные герои пытались застать матрас мистера Крабса со свалки, казалось, что процессом руководит Сквидвард. Но по итогу, благодаря невинным действиям Патрика, тумаково-сторожевого вса получил вкус сам же Сквидвард. А в пятнадцатой серии третьего сезона в конкурсе улиток также выиграл Патрик, выставив на состязание самый обычный камень. Ну и я не могу не упомянуть моменты из пятой серии третьего сезона, когда Патрик перевернул буковку М на суперкостюме, чтобы эффект от ее действия был обратным. Это же ну просто гениально. Догадался, догадался. Ну ладно, но все равно. Но логика Патрика сильнейшим образом отличается от привычной нам, в чем и заключается его гениальность. Патрик смотрит на любую ситуацию с совершенно непривычной точки зрения, поэтому и способен предложить совершенно необычный и неожиданный вариант решения той или иной проблемы. Мы отфильтруем СО2 через балласт, перезапустим мотор и выскочим наверх на ударной волне. Спалился. Конечно же вы спросите. Если же Патрик в самом деле такой мюн, то почему же он впадает в такие крайности в своих манипуляциях, подвергая себя опасности и попросту рассчитывается над своими знакомыми? Весьма резонный вопрос. Дело в том, что вся эта интересная теория приводит к тому, что пускай Патрик Старый не является неуклюжим идиотом, но тем не менее он психически неуравновешен. Он склонен к насильственным психопатическим переломам, и его регулярные манипулирования своими друзьями сводят его понемногу с ума. К примеру, в девятой серии первого сезона Патрик обезумел от того, что Спанч Боб решил уйти из города в вольную жизнь. Спанч Боб для Патрика далеко не просто лучший друг. Даже не так. Думаю, так называемая дружба является для Патрика лишь дополнительным ресурсом для манипуляций, а сам Спанч Боб отличнейшим инструментом. И когда Губка решает уйти из его жизни, Патрик, конечно же, запаниковал и был способен на что угодно, дабы это... Это, короче, такие созависимые отношения. Короче, Патрик боялся, что его средства для достижения его целей, его как бы жертва, получается, уйдет. И он потеряет как бы часть своей этой жизни, поэтому у него началась паника. Вратить. В 16 серии первого сезона Патрик также сам отходит с ума из-за того, что Спанч Боб его не поздравил с Днем Святого Валентина. Видишь, а может быть у них ЛГБТ плюс еще отношения? Ну типа он такой не поздравил с Днем Святого Валентина. Может у него очень какие-то романтические чувства к Патрику, к Спанч Бобу испытывает. Мало ли. Ромки от камня и при этом настолько возвышает себя и гневается из-за того, что он не получил подарок, что разносит весь парк развлечений, даже не оценив то, что Губка проводит с ним целый день и оплачивает все аттракционы в парке развлечений за друга. Благодарный. И подобное происходит постоянно. Патрик легко может выйти из себя из-за какой-то мелочи, причиной чему является его нестабильное психическое состояние. Очень часто ведь гении понемножечку сходят с ума и Патрик не стал исключением. И пусть он порой действует совершенно непредсказуемо и казалось бы глупо, но стоит вам только посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, и его действия обретают совершенно иначе. Что это было вообще? Идея? Идея состоит гениальность Патрика. Это очень странная теория, на самом деле я бы никогда и не посмотрел на Патрика с этой точки зрения. И не представил бы, что на самом деле он в разы умнее далеко не самых тупых персонажей сериала, если бы не один момент. Около года назад, смотря одну из серий, я ненароком обратил внимание на то, как Патрик стоит на остановке и читает газету. Но буквально через секунду после того, как в кадре появляется Спанчбок, Патрик быстро прячет ее и резко начинает притворять ступень. О, точно, смотри! Начиная с этого момента изгородилась эта теория, и по чуть-чуть лет долго забрал информацию для сегодняшнего видео. Успев позабыть, в какой же из серий я заметил этот странный момент. Я пересмотрел множество серий, но так и не смог его найти, дабы вставить его в рот. А если это была фанатская анимация? Это какое-то разочарование! В качестве одного из доказательств. Поэтому, если вдруг вы знаете, в какой серии был этот момент... Выглядит как фанатская анимация! Я как-то он, похоже, сам нарисовал. А, да? Ну, не мог найти, не нашел. Именно с него и пошла теория. А на этом сегодня все, ребят. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Я, так знаешь, смотрела всегда на Патрика и думала, что... Ну, такой туповатый друг. Мне он, кстати, не очень всегда нравился, потому что я видела, что как-то он агрессивно настроен по отношению к Спанчбобу. Спанчбобу ему что-то дает, измечала всех, а тут может в ответ там то ли ударить, то ли как-то пнуть. Меня как-то это смущало. Ну, думаю, что какой-то такой туповатый, агрессивный чувак. А так посмотришь, так он еще, получается, нифига я не друг Спанчбобу. Он манипулятор, он эгоист, он психопат. И вообще... Дружба ради выгоды. Да ладно, так это не дружба, это фигня. Это прям жесть какая-то. Я надеюсь... Ну, на самом деле, у меня тоже такой есть червячок подозрения. Потому что, говорю, я когда смотрела... Я не смотрела полностью Спанчбоба, но на те серии, которые попадала... А мне кажется, сделано там, где он умный, тогда показалось, что я такой умный. Ну, просто... А потом, оп, не знаю, мне кажется, я ради юмора сделала. Комического эффекта? Ну, да. Но все равно... А не потому, что он, в принципе, умный. Ну, это же черта характера его, получается, в любом случае. Читает, а он, кстати, реально умеет. Это же не отнять. Папа, лучше чем он показывает? Он очень хитрый. Да, мне кажется, он просто хитрый, мне кажется. Но не то, что гений какой-то. Нет, он не в плане гений, что там изобретает какие-то великие изобретения. Хотя он в плане хитрый такой... В плане социальном. То есть он знает, как манипулировать людьми. Как можно продать какие-то ненужные вещи. Вот видишь, как он придумал с глазками тогда. Как пользоваться правильно людьми, понимаешь? И при этом понимаешь, что ему нельзя палиться. И что он может притворяться. И, блин, это прям очень жестко. А так смотришь на Патрика, так он получается плюс-минус уже такой стал гадкий, как для меня, как будто как планктон прям. Да нет, все равно нормально. Не, нормально, ладно. Он привычный такой планктон, да. Короче, если тебе понравилась реакция на это видео, если ты тоже, может быть, считаешь по-другому, может быть, ты считаешь, что Патрик реально гений, а может быть, ты считаешь, что наоборот Патрик такой тупой, как есть, напиши. А может, Панчбоб гений. Нет, знаешь, кто гений? Вот гений, вот точно вот Крабс. Нет, он большой бизнесмен. Он прям молодец. Он все там, наверное, делает ради выгоды. Короче, пиши обязательно в комментариях. И смотри наши другие реакции. И всегда оставайся с нами. Вот, до встречи. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...